МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно, радиоактивные грибы! Жителей области пугают ядом, распыленным в Ладушкинском лесу в 70-е годы. Сдал макулатуру, помог ребенку. Первый городской канал запускает благотворительную акцию. Блесень, иней и холодные батареи. Жители улицы Артиллерийской, 14-й год, мерзнут в собственных квартирах. Избили монтировкой и похитили деньги. Полиция арестовала серийных грабителей. Любишь петь? Пой! Первый городской ищет талантливых калининградцев в новое шоу. О том, что интересного в городе и области, произошло в пятницу 16 октября, вы узнаете в ближайшие минуты. В эфире первого городского службы новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Здравствуйте. И главная тема. Реальная угроза или чья-то злая шутка? В нашу редакцию обратились напуганные жители поселка Ладушкин. В местном лесу они обнаружили десятки объявлений с шокирующим предупреждением. Не собирайте на этой территории ягоды и грибы. Они отравлены ядовитыми веществами. Подробности далее. Вот такое объявление калининградцы обнаружили возле своих участков. Неизвестные, ссылаясь на Роспотребнадзор, пишут, в 1970 году в этом лесу и его окрестностях проходили военные учения, во время которых применяли отравляющее вещество. Срок его распада более 50 лет. В связи с засушливой погодой три года подряд начался преждевременный распад вещества, из-за чего оно попадет в грибы, травы и ягоды. Историки информацию не подтвердили, но рассказывают, этот район действительно не обошли стороной военные. Начиная с 1945 года, недалеко от Ладушкина, перед въездом почти в город, где находятся нынешние воинские части, длительное время происходила утилизация многочисленных фугасов, оставленных фашистами. Причем это была длительная история и затронуло те же 70-е годы. Роспотребнадзор, в свою очередь, отрицает причастность к подобным объявлениям и советует жителям не поднимать панику, ведь не исключено, что таким образом предприимчивые ладушкинские грибники решили бороться с конкурентами. И к другим темам. Калининградцы продолжают жаловаться на холод. Около ста семей до сих пор мерзнут в своих квартирах. А все потому, что некоторые дома в городе так и не подключили к отоплению. Об этом накануне заявил директор Калининград теплосети Эдуард Куровский. И напомнил, вместе с отоплением калининградцам придут и новые счета за коммуналку. В среднем стоимость одной гигакалории подорожала примерно на 100 рублей. В пересчете на квадратные метры оплата тепла будет зависеть от показаний общедомового счетчика или от срока постройки дома. Таким образом, чем новее дом, тем меньше придется платить. Но независимо от этого, тариф для каждой категории, будь то дом 99-го года, либо 2000-го, повысился почти на 10%. К слову, в декабре этого года стоимость тепла может вырасти еще раз. Так как теплосети жалуются, что последние три года приходится работать себе в убыток. Какой памятник и самое главное, на чьи деньги власти Калининграда хотят поставить в центре города? Об этом и не только. Далее в новостях короткой строкой. Первый день подачи тепла коммунальные службы заморозили более тысячи домов. Системы отопления оказались не готовы к приему тепла. Причина. Управляющие компании вовремя не провели опрессовку и промывку водой. До сих пор без тепла в Калининграде остаются еще 10 домов, рассказал директор Калининград Теплосети Эдуард Куровский. По его словам, ситуация изменится только тогда, когда у некоторых управляющих компаний отзовут лицензию. В центре Калининграда перед собором Христа Спасителя появится памятник князю Владимиру. Такое решение приняли в мэрии. Установку монумента оплатят меценаты, а вот на благоустройство территории деньги выделят из городской казны. Для этого потребуется около 6 миллионов рублей. Такая сумма уже вызвала вопросы у депутатов городского собрания. В понедельник телепрограммы будут транслироваться с перерывами. Об этом предупреждает Калининградский областной радиотелевизионный передающий центр. 19 октября из-за профилактических работ будут отключены аналоговые телевизионные и радиопередатчики. А в период с 8.00 до 11.45 и цифровые. Калининградцам обещают теплые осенние выходные. Днем в субботу и воскресенье температура поднимется до плюс 13 градусов. Но небо будет облачным и пойдет небольшой дождь. Для конца октября такая погода считается теплой. Первый городской канал запустил социальную акцию «Стай бумагу, помоги детям». Весь октябрь мы будем принимать макулатуру от организации. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. Генеральные партнеры акции – предприятие по сбору вторичного сырья и переработке отходов компании «Корост» и страховая компания «Росгострах». По вопросам участия звоните. 512-972. Акция продлится до 8 ноября. Дайте тепло, замерзаем! Такими жалобами калининградцы всю неделю атакуют теплосети. Отопительный сезон до сих пор не начался в квартирах сотен горожан. В пятницу, 16 октября, дежурный по городу побывал в доме, где трубы остаются холодными почти 20 лет. Если в вашем доме не дали тепло, просто посмотрите этот сюжет. Вам сразу станет легче в это поверить легко. Ведь люди мерзнут здесь уже 14 лет. Ну, песня, а не дом. Из-за постоянных холодов штукатурка осыпается, стены трескаются, на потолке разрастается плесень. Запах сырости распространился по всему общежитию. В комнате Зинаиды Васильевной влажность воздуха 53%. Температура 17 градусов. Приходится пользоваться обогревателем. Вот покажу. Один. Вот второй. Вот это на стены, чтобы голова не болела слишком от радиаторов. Вот это вот третий. Тем не менее, за отопление регулярно приходят счета. За холодные трубы около 12 тысяч рублей в год. Зинаида Васильевна, как и многие жильцы общежития, платить отказывается. А за что нам платить? Платят за то, что когда исправна кочегарка, да? Когда оно исправно топится. Что сидишь в тепле. Ну, что я могу обогревателями? Это вообще сыреет все. Спать ложимся. Пижамы теплые или там, в общем, то, как может. Бутылки там с теплой водой. Вот так и выживаем. Душевую комнату здесь прозвали «зимним дворцом». Потому что в морозы помещение покрывается льдом. От настоящей метели спасает только пленка на окнах. Которые, к слову, совсем прогнили. В туалете холодно. Сядешь, чуть не замерзнешь. Так что и в туалетной комнате вообще не зайти. Вонищие, кто знает, какое от этой сырости. Ольга Степановна говорит, что иногда батареи все-таки нагреваются. Но явление это редкое и бесполезное. Сейчас пенсионерка-инвалид отважилась на ремонт. Но надежды на светлое, а главное теплое будущее у нее нет. У меня полупали батареи, пришлось заменить. Потому что не будет же это. В общем, больше 12 у меня не бывает. Куда бы я ни обращалась, чуть не выгоняют меня с кабинета. Потому что сами знаете, что мы никому не нужны. В управляющей компании, которая должна обслуживать этот дом, нам ответили следующее. У них котельная. Мы их не подключаем, к сожалению. У них котельная своя, военная часть. Мы не уверены, что вам в службе котельных поможут. Помогут. Но попробуйте. А мы их только по аварийным заявкам обслуживаем. Однако предоставленный номер телефона котельной оказался заблокирован. Не иначе, как дом номер 17 на артиллерийской попал в аномальную зону. Где сеть не ловит, кочегары пропадают, тепла нет. До наступления зимы эту проблему жильцы собираются решить с помощью президента. Кирилл Попов. Дежурный по городу. Сразу после короткой рекламы смотрите в продолжении нашего выпуска. Избили монтировкой и похитили деньги. Полиция арестовала серийных грабителей. Любишь петь? Пой. Первый городской ищет талантливых калининградцев в новое шоу. Где можно поплавать осенью и посмотреть на парад невест? Первый городской составил планы на выходные. Об этом и не только. Сразу после короткой рекламы оставайтесь с нами. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Кто выключил свет? Водитель микроавтобуса не смог уехать домой. Из его машины похитили фары. Кража произошла накануне ночью на Московском проспекте. Спустя сутки полиция задержала 25-летнего калининградца. Им оказался коллега потерпевшего. Молодой человек выкрутил фары и продал их. Ущерб составил около 10 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Под поселком Холмогоровка произошло серьезное ДТП. В лобовом столкновении пострадало две машины. От удара оба авто сильно повредила. На месте работает ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется. Ночью с четверга на пятницу в одну из саунд города ворвалось двое разбойников. Мужчины, одетые в черные костюмы с масками, начали крушить помещение и избивать администратора железной монтировкой. После чего они похитили мобильные телефоны, деньги и скрылись. В ту же ночь полиция задержала двух разбойников. По версии оперативников, злоумышленники планировали совершить серию нападений в городе. Но их план был сорван бойцами ОМОН. Теперь мужчины арестованы. Возбуждено уголовное дело. Дым столбом. Привычная картина в Калининградской области. В Озерском районе снова подожгли сено. То есть от этого везде тут сено было, все это выгорело? Тушили чем могли, ведрами с песком и водой. В общей сложности сгорело около 130 тюков сена. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого. Им оказался 37-летний житель области. Полиция проводит проверку. Разрубил корову топором. Появились подробности кражи домашнего скота, которая произошла 8 октября. Тогда 50-летний житель области похитил корову дорогой породы, вывез ее в лес, застрелил из ружья, а потом разделал. На месте были обнаружены останки животного, голова, ноги и внутренности. В ходе проверки, кроме того, на данном участке были обнаружены следы от транспортного средства. Найти подозреваемого было несложно, так как он перевозил мясо на квадроцикле. Во время розыска полиция обнаружила транспорт, протектор шин которого совпадал с найденным следом. Также на корпусе квадроцикла были найдены следы крови и жира. Те же следы были и на ножах с топором, которые полиция обнаружила в доме. Кроме того, в помещении в пакете лежали останки коровы. Все улики были изъяты, возбуждено уголовное дело. Павел Ткачев, служба новостей, город. И к другим темам. Устали петь дома и хотите, чтобы вас услышал весь город? Стань звездой с первым городским. На нашем телеканале запускается новое музыкальное шоу. 21 сентября в 20.00 всех желающих приглашаем в резиденцию королей на первый кастинг. Локальный конкурс будет проходить в несколько этапов. Пять членов жюри с помощью табличек «Да» и «Нет» решат, кто попадет в музыкальный проект. Мы сейчас найдем звезду караоке не какого-то местечка на уровне клуба или заведения. Мы найдем звезду Калининграда, а может быть даже и Калининградской области в целом. Любой желающий может прийти в развлекательный комплекс «Резиденция королей» на любые отборочные туры, на финальные концерты, прийти, посмотреть, узнать своих друзей, увидеть своих соседей. Каждый этап участники будут получать новую песню, выбор которой строго засекречен. Первый кастинг начнется 21 октября в 20 часов в большом и уютном караоке-зале с профессиональной аппаратурой в «Резиденции королей». Подробности можно узнать по телефону, который вы видите на своих экранах или в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну а чем еще заняться в ближайшие выходные, кроме пения, в караоке расскажут корреспонденты Первого городского. 50 метров вольным стилем в субботу утром всех калининградцев приглашают принять участие в фестивале плавания. Единственное ограничение – противопоказания по здоровью. Спортивный праздник пройдет сразу в двух городских бассейнах спорткомплекса «Юность» и физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Горького. Не забудьте взять с собой купальные костюмы, тапочки и плавательные шапочки. В Калининградском драмтеатре после перерыва возобновляются балтийские сезоны. В субботу и воскресенье зрителям покажут постановку Государственного академического театра имени Вахтангова «Анна Каренина». Это хореографический спектакль, где язык пластики и музыки почти полностью заменил язык великого литературного произведения, уверяет режиссер. Стоимость билетов от 1000 рублей до 3,5. Еще одно спортивное мероприятие – выходные. Праздник красивых тел, покрытых автозагаром. В воскресенье во Дворце культуры железнодорожников пройдет открытый турнир по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини «Балтийский бриз». Организаторы советуют занимать места в зрительном зале заранее. Начало турнира в полдень. В воскресенье днем в Южном парке будут праздновать закрытие свадебного сезона. Молодожены 2015 года вновь вспомнят радостное событие и сыграют импровизированные свадьбы. Те же, кто только планирует пышную церемонию, смогут пообщаться с топовыми специалистами свадебной индустрии. Начало праздника в 2 часа дня. Хэллоуин в киносфере за одну ночь 31 октября в кинотеатре покажут три самых страшных фильма. Паранормальное явление «Последний охотник» на ведьм и скауты против зомби. Цена билета всего 350 рублей. Билеты можно приобрести только в кассах кинотеатра. Хороших вам выходных! Что за хищник поселился в рыбном порту и кто разъезжает за рулем калининградских автомобилей? Что еще удивило пользователей социальных сетей сегодня, расскажем далее. Встречайте железного коня с его бессменными водителем и штурманом с солнечной планеты Венера. Ну или с Марса. Кто их знает? Ведь они не особо разговорчивые, комментируют фото пользователи. Осторожно! В рыбном порту завелся хищник. Стальные лапы, острые зубы, железная броня. Правда, с места такой груз сложно сдвинуть. Вот и стоит себе спокойно. Привлекает внимание. Зачем нам научный прогресс? Разведка все пронюхает. В прямом смысле этого слова. Только вот маскировка пока хромает. Зелени маловато. Да и местность открытая. Пишут пользователи. Нравятся грызуны, а родители разрешили купить только собаку? Выход есть. Обучи четвероногого командам правильно. Глядишь, так же хомячить начнет, как этот питомец. Главное, не перестараться. Комментируют пользователи. Присоединяйтесь к нам в ВКонтакте. Группа Первый городской канал. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Делитесь фото и видео с хэштегом Первый городской канал. Что хорошего произошло в жизни калининградцев в последний день трудовой недели? Они расскажут сами в нашем традиционном опросе. Стареи включили. Дом тепло стало. Сегодня я за месяц наконец-то поеду к бабушке. Каждый день какие-нибудь хорошие новости. Что-нибудь новое узнаю и интересно становится. Я родилась здесь, просто я давно не была. Гуляю по местам. Когда раньше молодая была, парк пришла посмотреть. В принципе, и оценки хорошие в школе. И сегодня приезжает мой папа с командировки. Тоже хорошее событие. Ну и сегодня с двоюродным братом встречаемся. Дождь пошел, хорошо. Пара начинается через пять минут. Очень хорошо. Калининградцам обещают теплые осенние выходные с дождем. Подтвердится ли прогноз, расскажет наша ведущая Юлия Слынько. Здравствуйте. На календаре середина октября. Первые осенние месяцы не только порадовали нас теплом, но и удивили первыми заморозками. Сейчас же синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды с каждым днем. Но подарят ли нам хоть немножечко тепла грядущие выходные, расскажем далее. Завтра, 17 октября, днем в Калининграде малооблачно. Температура воздуха составит 13 градусов. Вечером погода не изменится, но температура опустится до плюс 9. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Если вы стали свидетелем интересного события и даже успели снять его на камеру своего мобильного устройства, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Ну а это были все новости, с которыми мы успели вас познакомить к этому часу. Как будут развиваться события дальше, вновь покажет служба новостей город. Меня зовут Николай Храмов. Всего вам доброго и хороших выходных!